Всем привет! Сегодня с вами Виллисов Иван и сегодня, можно сказать, исторический момент на нашем канале. Ведь именно сегодня отметка количества подписчиков перевалилась за целых 10 тысяч. Хочется выразить огромную благодарность всем подписчикам за то, что остаетесь на канале, смотрите, оцениваете и комментируете видео. Как ни крути, а без вас канала бы не было. Но это ж ещё не всё. Есть и вторая часть сегодняшнего исторического момента. С сегодняшнего дня видео будут выходить в каком-никаком, но всё-таки уже в Full HD качестве. А всё благодаря вам, дорогие подписчики. Ведь именно с вашей помощью мы собрали целых 3800 рублей. Но этого, конечно же, не хватило, но я, добавив свои деньги, всё-таки смог себе позволить новую камеру. Хотя, конечно, опять оговорочка, она не совсем новая, она слегка БУ, потому что новых камер таких уже не продают. А цена, состояние и качество съёмки конкретно вот этой камеры мне понравилась. Я не буду здесь сейчас перечислять его достоинства и недостатки, потому что, ну, это всё-таки бюджетный, компактный фотоаппарат. И он не может быть самым лучшим фотоаппаратом в мире. Но за ту цену, которую я его купил, он меня более чем устраивает. Евгений Матвеев предлагал мне купить Lumix FZ300, который стоит 40 косарей. Когда я сказал, что это немножко многовато, он сказал, ну, купи Lumix FZ200. Это, собственно, фотоаппарат, на который снимает он сам. Но, опять же, проблема. Этот Lumix настолько офигенный, что их никто не продаёт. И по всей России я нашёл их там штук 7 или 6, и ближайшие от меня где-то в Челябинске. А я живу в Алтайском крае. А новые они тоже уже не продаются. Поэтому, пошерстив авито в собственном городе, я всё-таки решил приобрести Nikon L820. Этого всего не было бы без вас, дорогие подписчики. Я, к сожалению, не могу назвать имён тех, кто мне больше всего помог с покупкой фотоаппарата. Я помню, что я обещал взять в банке выписку и всё такое, но, к сожалению, банк мне в этой просьбе отказал. Вернее, выписку-то они мне предоставят, но в ней не будет имён, потому что это почему-то является у Сбербанка банковской тайной. Узнать, кто тебе переводил деньги на твою собственную карту. Самое смешное, что людям, у которых подключен мобильный банк, когда им кто-то отправляет деньги, им приходит СМС на телефон, в который указана сумма и имя отчества человека, который перевёл деньги. И это не является банковской тайной. А когда я пришёл лично для того, чтобы поинтересоваться, кто мне переводил деньги по такой-то период, мне почему-то сказали, что это банковская тайна, что необходимо писать заявление, составлять претензию, потом ждать чуть ли не месяц, и, может быть, банк ответит и удовлетворит вашу просьбу, и тогда вы узнаете, кто вам всё-таки деньги на карту перевёл. Поэтому я посчитал, что, в принципе, наверное, зрителям моего канала и не обязательно знать имена тех людей, кто помогал мне с покупкой камеры. Ну а те, кто помогал, те, кто пожертвовал свои деньги, ну, вы и сами себя знаете. И вам я говорю огромное вот такое большое человеческое спасибо. Ну а на этом на сегодня всё. С вами был Вилли Сеф Иван. Спасибо, что остаетесь на канале. Благодаря вам, у нас уже целых 10 тысяч. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!